Более конкретно, в Алтавской области, руководитель отдела полтавского противодействия предпринципа Сен-Кравшин-Кальцамбург. Согласно 831-го постановления Кабинета Министров Украины, 13 октября 2015 года, был создан департамент киберполиции в составе Национальной полиции. В департамент киберполиции входит Слобожанское управление киберполиции, которое включает в себя три отдела. Это отдел Харьковский, отдел Полтавский, отдел Сумской области. На сегодняшний день основной главной функцией киберполиции является защита в виртуальном пространстве, борьба с террасом, а также полицейская помощь в онлайн. В сферах, в которых мы на сегодняшний день стараемся сосредоточить наши усилия, это сферы платежных систем, электронной коммерции, хозяйственной деятельности, информационной безопасности и сфера интеллектуальной собственности. Преступления, киберпреступления, они являются платентными преступлениями, зачастую носят транснациональный характер, и мошенники, преступники, которые совершают, используют высокий уровень обезличенности в интернете. Поэтому достаточно тяжелые преступления выявляются, тем не менее мы обладаем специальными техническими средствами и соответствующими знаниями, как это необходимо. Что касается каждого из направлений, в январе, например, более 100 обращений, 118 обращений только по Полтавской области по гражданам по поводу совершения в отношении них киберпреступлениям. Все данные преступления, все факты обращения, зарегистрированные в Едином Министерстве государственных расследований, начатые в уголовных производствах, наши сотрудники сопровождают эти уголовные производства, и есть у нас позитивные, положительные достижения. В январе месяце обезврежем на территории Полтавской области гражданин, который занимался десанкционированием и списанием в меньшем средстве с банковских карт в гражданах, без отведома, на сегодняшний день ему нарисован. Ему предъявлены объединения по 12 эпизодам. Есть положительные моменты по документированию мошенничеств в сфере электронной коммерции. Это какие-то, например, обращающиеся по ЛХ, по ЛУК, когда мошенник под предлогом, из использования методов социальной инженерии, созванивается с предполагаемой жертвой, узнает данные, персональные данные, номера, карта, сегментур, потом перечисляет деньги либо дистанционным образом с карты потерпевшим, либо заставляет подойти к банкомату, совершить определенные манипуляции и таким образом все завладевает деньги. Что касается статистики и как не стать жертвой, в данном случае, в тиберпреступном, расскажет мой коллега, начальник полтавского дела в тиберпреступности.